Вера, последняя заходила, почему дверь не закрываешь? Помнимся. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, благослови наши занятия. Что загнали в угол в Огнюшу, садись, садись вот сюда, выдвигайтесь, не прячься, двигайтесь с Сережей, добавим картинки, Андреевич, Казак, садись вот рядом с Россией, что прячешься в угол? Вот, например, мальчики тут. Нет, тут не видно, ну ладно, он с братьями тоже. Так, у нас от братьев по какой руке сидят сестры? По левую. Правильно сидят? Да. Правильно сидят. У нас с вами тема семья. И мы помните, проходили, что главенство мужа как проявляется, да? В чем оно проявляется? И одно из этих проявлений было именно то, что даже в церкви на венчании, на бракосочетании у верующих жена стоит по левую руку от мужа. Потому что по правую мужу, по правую руку от мужа кто находится? Ангел. Да, ангел. Глава Христос, да? И поэтому над мужем глава Христос, а над женой муж. Ну вот мы с вами это уже начали проходить. Колоссянам 3.18, стих из Нового Завета. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите жен, любите своих жен и не будьте к ним суровы. То есть, жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Некоторые, ага, все, жена повинуется, а муж-то уж все тут, как скажет, как ногой топнет, как рукой хлопнет, все, жена повинуется. А дальше сказано, а мужьям что повелено, что Господь им повелевает? Любить жен своих. Вот про жен, скажет жена, прежде всего повиновение, послушание. Жена должна нести послушание перед мужем и учить этому послушанию детей. А муж должен любить жену и не быть к ней суровой. А почему об этом, вот на этот пункт здесь сказано? Потому что, если бы оставить только первый пункт, что жена подчиняется мужу, то мужья, воспользовавшись этим правом и этим законом, они начинают перегибать палку. И чтобы их остановить, чтобы они не перегибали эту палку своей власти, такой вот, безраздельно, и не употребляли ее уже чрезмерно, и то, что уже Господу будет неугодно, сказано. Мужья, любите жен своим и не будьте к ним суровы. Наверное, многие становились очень суровыми. И чтобы остановить эту суровость, прямое идет из Библии повеление. Вот. Но это не значит, что жены не должны любить своих мужей. Должны. Но послушание, здесь, наверное, говорится о послушании, что кроме любви должно быть послушанием. Любовь само собой. А послушание, об этом нужно сказать, чтобы подчеркнуть, что нужно послушанием. Повиноваться, как прилично в Господе. Да не порицается Слово Божие. Титу 2.5 Как прилично в Господе. То есть, что значит, как прилично в Господе? То есть, будучи верующим, будучи верующим, прилично, прилично быть в послушании у мужа жене. И если жена христианка, если жена верующая, то муж не должен ей даже напоминать о том, что ей прилично быть послушной. Этому учит Библия. Понимаете, мужья в мирских браках могут там говорить, там, начинают делить, кто из них главный, кто в семье, что решает, все. У верующих этот вопрос не должен вставать. Муж решает. Жена может выразить свои доводы. Может объяснить, почему вот она думает, что вот это так надо, он так. Но решение всегда за мужа, при том, что муж может свои доводы и не называть. Он так решил, и все. Жена может привести. И очень часто, если эти доводы, эти аргументы по каким-то вопросам, которые особенно бытовым, каким-то таким маловажным, часто эти доводы очень убедительны. Муж примет решение такое, какое вот жена ему приводит аргументы. Но решение принимает муж, и если он не соглашается с доводами жены, жена должна смириться. Буду забор переставлять, и все тут. И никакие доводы не срабатывают. Хоть 10, хоть 20 доводов. Этот порядок сохраняется и до ныне. Муж выбирает жену себе, только бы она была при этом верующая. Слышите? Первый критерий, по которому вы выбираете будете себе жен, братья, слышите? Если сами останутся верующими. Только бы она была верующая. Конечно. Сами сохраняйте веру. А если будете верующие, не гонитесь за неверующими. За красотой, которая очень быстро проходит. За умом, которым она еще вам наставляет своих доводов и аргументов, если будет слишком умная. Это все на втором. Конечно, за глупышку тоже выходить-то. И вообще ничего не поручить. Семейное хозяйство на женщине. Вот это бытовое. Мужчина-добытчик ушел. А жене все здесь решать. И если она глупышка, все дела на мужа свесит, то тоже ничего хорошего. Но это все на втором, на пятом, на двадцать пятом. Первое, что вы выбираете, чтобы она была верующая. Понятно? Там уж насколько она там ревностная, или там не очень ревностная, или еще что-то. Но верующая это обязательно. Понятно? Верующая. Узнавайте, верующая ли она. Были такие вот случаи. Вот полюбился, вот красивый, вот умный образований, вроде как перспектива, что зарабатывать будет. А веры нет. И что начинают? Ну, надо вот как-то его, значит, что, обратить, да, там, чтобы это, и вот тогда, чтобы с ним... Начинают обращать. Ну, как говорит, она ему проводит катехизацию. Ну, это давно-давно было такой случай. Ну, что ты говоришь? Как катехизация, ну, то есть учит его катехизису, то есть основам православной веры. Учение веры. В вере его учат. Учит, учит. Ну, вроде как все. Согласился даже, пошли и в церковь, и повенчались. Но это ничего не значит. Совсем немного времени проходит, и человек как был мирской, так и остался. Хотя были случаи, когда так же вот на работе присмотрели, там, брат сестру, и стали ходить на занятия. И сестра обратилась к Господу, и они повенчались, и крепко верующая семья сохраняется. То есть человек обратился, и истинно обратился, принял крещение и сохраняет свою веру. И когда уже видно, что человек верующий, тогда произошло венчание, и создалась семья. Понятно? Но за неверующего замуж выходить, и за неверующую. Не думайте, что она вдруг как-то станет. Вдруг станет, вдруг не станет. А представляете, у вас дети. А детей кто воспитывает прежде всего? Кто больше с ними находится? И всё домашнее воспитание идёт. От жены. Возьмёте себе жену неверующую. От верующей-то может быть толку мало, там, воспитания. А если от неверующей, то там тем более. Там 100% всё будет только мирское. Понятно? И вы переломить ситуацию не сможете. Как вот у нас есть... Если в семье один верующий, в семье неверующий, у нас в общем немного таких семей. Или вот там в разные церкви ходят, и всё. То воспитание с детьми не получается. Понимаете? Они всегда... Дети пойдут туда, где неверующие, например. Если муж неверующий, а жена верующая, ревностная, к нам в общину ходит, всё. Дети подрастают все сразу как папа. Папа же никуда не ходит. Всё сразу как папа. Они всегда перетянут на себя эту ситуацию. И дети будут тянуться там, где ничего не надо делать. Где не надо в воскресенье в храм ездить. Где не надо пост соблюдать. Обязательно сначала начнут нарушать вместе с папой молочко, пить, колбаску есть. А потом и вовсе и в храм перестанут ходить. Всё. Это просто примеры. То, что вот я лично знаю. То, что у нас здесь в общине есть. Понятно? Поэтому, когда один верующий, другой неверующий. Поэтому подходить к браку и к созданию семьи нужно обязательно с этой точки зрения. Муж выбирает жену себе, только бы она была верующая. То есть, в господи. Жена связана законом, доколе жив муж её. Если же муж её умрёт, свободно выйти за кого хочет. Только в господи. 1 Коринфянам 7.39. Это о чём говорится? Что никаких обрядов и никаких развенчиваний не существует в церкви. Что если муж и жена повенчаны, нет такого обряда развенчания. Вот как там у записки «Попади», что она пишет о том, что есть некие там благословения на второй брак. Разбирают ситуацию, что именно, почему семья распалась, когда, что там было венчание, правильно, неправильно. И как-то там есть такое лазейка, такое разрешение на вторичный брак. Но развенчивания как такового нет. То есть, что Бог сочетал, человек да не может разучить. Может. И может жена выйти за уш второй раз, если только муж умрёт. Точно так же муж свободен от уз брака, только если жена умерла. Но опять же выйти второй раз можно только в господи. То есть, опять же, за человека верующего. И сто раз подумать, нужно ли это, не нужно. Но это, как правило, происходит, если молодые. Вот произошла трагедия, например. Умер, умерла. И мужчина женится, например, второй раз на верующей. Если остались дети, чтобы помогать, воспитывать, поднимать детей. Что, Поля? Ну, а если, например, муж пропал? Муж пропал и нет справки о смерти, да? Ну, тогда нет. Только если вот сто процентов известно, что он умер. Умер именно. Если подтверждение, что он умер, его нет, тогда свободно выйти за кого хочет. Если он умер, и она не умерет. Ну, там разбирается уже священник, епископ. Можно ли ей второй раз венчаться или нет. Коль, должна быть такая любовь между мужем и женой, что даже после Великой Отечественной войны, когда у женщин у многих погибли мужья на фронте, они больше замуж не выходили из принципа. Даже их звали замуж. Вот такая была любовь. Она говорит, нет, я буду верной мужу до конца. Даже он, она знает, что он погиб. Лучше вот так вот себя беречь. Верующий, да, прежде всего так. То есть должно быть несколько причин, зачем второй раз жениться. И женщины, как правило, не выходят второй раз замуж. Это мужчины, они, как бы так сказать, второй раз женятся. Ну и то, есть ограничения по возрасту. Вот, не знаю, есть такой панолы, нет. Вроде как я слышала, по-моему, кто-то говорил, или батюшка, или, знаешь, рассказывал, что вот овдовела, например, ну, вдовица, да, разрешается второй раз замуж выйти. А если ей уже спутнило 60 лет, 60 лет, но это уже бабушка, да, в этом время, в 100% уже внуки есть, если есть дети, значит, уже есть внуки в этом, то уже, говорит, не разрешать венчаться такой в 60 лет, заново выходить замуж. Не значит венчаться, когда ты жил, жил, а потом вдруг решил повенчаться муж-жену. Ну, это бывает там, да, обратились к Богу, говорят, мы не венчанные жили, а и повенчаться. А вот если вот выйти замуж второй раз, она вдовица живет, то ее как, это, взбесившуюся уже, канон есть, а уже признать взбесившуюся, зачем ей жениться в 60 лет? Ну, вот... А тебе можно будет повенчаться? Так. Павел, не говори все, успокойся. Мне еще не надо 60 лет, у меня муж есть и жив-жив-здоров, слава богу. Так, какое согласие муж-дух... Так, так, так. Брат установлен Богом в раю, потому оставит человека отца своего и мать свою, и прилепит к жене своей, и будут два, одна плоть бытие, два, двадцать четыре. Ну, то есть, это говорится, оставит мать свою и отца своего. То есть, когда, вот, например, девица выходит замуж, вот, например, там, Леонида выходит замуж, там, за брата христианина, ну, не Леонида, ладно, кто-то... Я. Ты, да. Кто оставит мать свою и отца своего. То есть, все, ты сейчас принадлежишь, ты наша. Мы тебе самые родные и самые близкие, мама и папа. Ну, когда ты выйдешь замуж, за Иванова. За Иванова. Иванова, Петрова, Сидорова, не знаю, дробота там какого еще, то ты уже станешь не наша. И самый близкий тебе будет не мама, и даже не папа, твой любимый папа. А твой будет самый главный, и самый близкий, и самый родной, просто, как сама ты себе принадлежишь. Это твой муж. Говорит, и станут двое, одна плоть. То есть, это вот единый человек, просто два ходят, на самом деле это одно целое, понимаешь? Как говорится, встретились две половинки. И уже все. На первом месте муж, у мужа жена, вот вы как одно целое. Оставит мать и отца. Ну, не в том смысле, что все, перестанешь с нами общаться, а в том смысле, что самый близкий для тебя будет муж. Понятно? И какой бы выбор где-то не стоял, все, муж на первом месте. Как говорится, а что вот он такой плохой, я к маме пойду? Нет, извини, все, он тебе муж. Вот какой бы ни был, к маме уже на дороге нет. У тебя был право выбора до свадьбы. Выбирай, присматривайся, соглашайся. На венчание спрашивает. Согласна? Говорит, да, все говорят, да. Поэтому уже потом... И мне говорили, нет. Ну, это уже все, венчание не будет дальше. Все, оно становится. Нет, не согласна, иди домой к маме. Тут еще можешь уйти. А вот все, уже когда повенчали, Исаия, Липуис, спели, вокруг аналоя с Библией, батюшка три раза провел, все, вот с этого момента, даже во время обручения можно еще все отменить и сказать, все, меня заставили, я не хочу, да, он мне не нравится. Еще можно, а вот как только все дальше, уже никакого развенчивания нет, запомните, до конца дней ваши. И, ой, да он глупый, или что, ты чем думала, когда замуж за него шла? Вот все ваши думки нужно делать до свадьбы, до венчания. Хочу ли я жить с этим человеком? Хочу ли я быть ему в послушании? Вот тут еще вы хочу, не хочу. Как только поженились, все, ваше хочу закончилось. Теперь мы прочитали послушание мужу, а у мужа любовь к жене и не быть с ней суровым. Не пользуются вот этим правом главенства в отрицательном смысле. Понятно? И станут двое, одна плоть. То есть станут двое, одно целое. Помните, как у нас сценка? И Бог сказал, мы плоть одна, когда Игорь говорил, там сценка свадебная была. Какой должен быть муж и жена, этому нужно учить с пеленок и говорить об этом постоянно. Родители, которые не учат детей боговеденью, боговеденью, то есть по Библии учить. Кто такой Бог? Как Он повелевает? Чего Он ждет от нас? Как мы должны поступать, будучи в Боге? Хуже убийц, говорит Иоанн Златоуев. Понятно? Это и вам, уже будущим мамам, будущим воспитательницам своих детей, и вам отцам в будущем. не учить боговеденью, учат всему, как гвозди забивать, как крючком вязать, как суп готовить, все очень важно, как дом, сарай построить, как уголь разгрузить, это все хорошо. Но если не учат боговеденью, не учат молитвам, не водят в храм, не занимаются с детьми, не читают Слово Божие, они молятся, то эти родители хуже убийц, потому что что они убивают? Они убивают душу, душу в ребенке, который вырастет, не будет знать Господа, не попадет в Царство Небесное, не будет иметь жизни, какой вечной, не будет иметь. То есть они, эти родители, лишают этого ребенка вечной жизни, если не учат его боговеденью. есть у тебя, сыновья, вопрос, учи их с юности, нагибай шею их. Ну не значит, что нужно ему согнуть шею, завязать веревкой, чтобы он так вот, или проволок, и так всегда ходил с шеей такой. Это то есть не буквально, что у него шея должна быть согнута вот так вот, и не разгибаться. А в каком смысле? Чтобы послушание он имел, нагибай шею его, то есть чтобы он в послушании был, чтобы голову говорить, не надо поднимать высоко. То есть гордыня, самость. Понятно? Не желая множества негодных детей, то есть некоторые, может быть, думают, что надо иметь много детей, но не желая множества негодных детей и не радуйся о сыновьях нечестивых. Кто-то говорит, о, какие у меня сыновья, полюбуйтесь, там два сына, три сына, богатыри. Но если они нечестивые, говорит, не радуйся о сыновьях нечестивых. Кто любит сына своего, то пусть чаще наказывает его, чтобы впоследствии утешаться им. И поблажающий сыну будет перевязывать раны его. Что значит поблажающий? Ну, то есть попущение дает там. Все разрешает, не наказывает, свободу ему полную предоставляет, никаких ограничений. Какой вырастет, такой вырастет. И что? Дурные компании попадают. Начинают рано, то курят где-то там, спрячутся за гаражами. Выпивка уже тоже для них. Уже там в 14-15 лет уже почти все попробовали алкоголь. Хоть в тайнушку, хоть в открытую. То есть не следят, не наказывают, не беседуют, не убеждают. То есть сам себе растет, улица воспитывает. И что будет? Будет перевязывать раны его. Как пришла одна девочка, которая была верующая, даже сюда ходила, пришла домой, зуб выбили. Мама спрашивает, что такое, как так? Она вот с этой компанией общается, а там это нормально. Она что-то где-то сказала. Это вот здесь у нас, в наше время, вот в наши года, буквально пару лет назад, школьница пришла, зуба нет, что-то за губа. Да, мне там по зубам надавали, а за что? А я там что-то сказала, ну где-то там что-то сказала, наверное, языком своим согрешила, и ей научили. А вот не общалась бы она в этой компании-то, не ходила бы она в это, после школы бы шла домой, общалась бы с верующими, ходила бы в храм, никто бы ей зубы-то и не выбивал. А она еще говорит, ну они правильно сделали, по законам их вот этой банды, уже там, ну не банда, как дурная компания называется, по законам, сказала, вот тебе, пожалуйста, зуб отломили. Теперь делай, ремонтируй, вставляй родителям расходы. Перевязывать раны его, вот пришла, изо рта кровь бежит, называется. И при всяком крике его будет тревожиться, сердце его. Ну, у родителя будет тревожиться сердце при каждом крике от ребенка. То есть он, если не воспитывал, он потом будет переживать, хотя что из него вырастет, вот он такой сикой, никакой там, в дурную компанию, а вернется он сегодня домой, не вернется, а живой, не живой будет, и непонятно, где и что с ним. Знаю одного молодого человека, у него мама, вот он ушел вечером на улицу, мама ложится спать вовремя и с фонариком, потому что впереди часы, вот дверь в три часа ночи щелкнула, она фонарик, шмяк, на часы пришел, слава богу, она засыпает. То есть, понимаете, мать легла, допустим, что в десять спать, и до трех часов она не спит, у нее сердце тревожится, потому что где он ходит? И с фонариком легла. Насколько вернется. Необъезженный конь бывает упрям, а сын, оставленный на свою волю, делается дерзким. Лилей, дитя, и оно устрашит тебя. Играй с ним, и оно печалит тебя. Не смейся с ним, чтобы не горевать с ним, и после не скрежетать зубами своими. Не давай ему воли в юности, и не потворству, не разломи ее его. Это все слова из Библии я читаю. Не потворству некоторые говорят, а он маленький, он ничего не понимает, он же ребенок. Написано, не потворству, и не разумею его. Не давай ему воли. То есть свободу ему. Вот свобода, иди, живи как хочешь, и все будет хорошо. Не будет хорошо. Есть дети такие, конечно, ответственные, которые понимают, это нельзя, это плохо, но основная масса им хочется всего вот этого запретного. А, как написано у Пушкина, да, или береги честь молоду. Платье с ногу, а честь с молоду. С молоду не убережешь, всей жизни не хватит, чтобы исправить эти ошибки, а их уже просто невозможно исправить. Время, говорит, не вернешь назад, ни на миг не остановишь. Нагивай шея его в юности и сокрушай ребра его, доколе оно молодо, дабы, сделавшись упорным, оно не вышло из повиновения тебе. Учи сына твоего и трудись над ним, чтобы не иметь тебе огорчения от непристойных поступков его. Сирахов, 7, 25, 30, с 1 по 13 стих. Про сыновей здесь все говорится. Ну, под сыновьями здесь подразумеваются вообще дети. То есть не давать волю. Поэтому, когда детям, может быть, вам что-то обидно, вот то не разрешают, это не разрешают, и вот все, и то, и это нельзя. Это не потому, что родители так вот придумали. Это Библия этому учит. Это Слово Божие учит. Заботишься о своем ребенке? Поступай, как вот Библия учит. Не давай ему этой воли. Объясняй ему. И Библия дает разрешение даже на то, что наказывать. Наказание, это не значит, что вот взять и избить. Бить-то вот как раз и сбивать, и причинять насилие, это как раз и запрещено. А именно имеется наказание. То есть объяснили, что, зачем и почему наказали. За что наказали. Чтобы ребенок четко понимал, вот как в лагере, да? Обязательно понял, осознал, за что, что не просто так некоторые прибегают, в пьяном угаре хватают ребенка, там за шкирку бьют, что там, что дети бедные под кроватями прячутся. Был случай, там, и до их моря случая, вплоть до смертельных исходов. Детей и бьют, и что-то в них кинули. Ой, я не хотел. Ну как не хотел? За тяжелым предметом кидают, голову пробивают, или там туфлем, там, еще что-то. В гневе, в гневе вообще наказывать нельзя. Ребенку сначала нужно, как в лагере, дядя Игнатий, выйдет ребенок, объяснят, было, не было, обязательно разобраться, а не ложное ли обвинение в том, что это было. Объяснить, почему это плохо. Мыш ребенок даже не понимает, что он, оказывается, плохо сделал, что так вообще-то и нельзя делать. Объяснить, почему это плохо, чтобы он сам осознал, понял, что его справедливо, наказание, у него должно быть четкое ощущение справедливости, наказание. За что его наказывают? И наказание, это не значит, что вот только вот там взяли физически, там, ремешком, да, там что-то ребенку. А наказания, их очень много. Какие наказания в лагере? Крапивкой. Ну, это как раз тоже самое. А до тополя сбегать? До тополя сбегать. Если ребенок ленился, не работал, он что, может... Без обеда. Может остаться без обеда. А он что-то разговаривал, на часах стоять. Или стоять на часах, не послушая. То есть все ложатся спать, а там нужно вот сколько-то минут стоять. То есть, ну, раз болтал, не хотел спать, да, нарушал, другим спать не давал. Все, стоишь на часах, называется, как дозорный. Да. То есть разные-разные варианты, но все знают про них, но, как правило, не доходят, да, до этих наказаний, потому что все уже понимают, что лучше соблюдать режим, не лениться, не, там, хулиганить, ничего. Что там был ребенок, который там, то в тайком ходил, то стекла бил, то там, или еще что-то там, брал, то, что нельзя было брать, не разрешали, или еще что-то. То есть разные ситуации, а зная уж, что за каждый проступок будет наказание, то этого уже почти никто и не нарушает. Я помню, как-то даже, Гнатьевна говорит, ну, надо же, что собрался такой этот приезд, что даже наказать некого. Уже, уже в любой момент подходил, платочки, просто у всех платочки, да как так? Уже, там и еще, еще, все, все соблюдают, все знают. Вот дисциплина какая-то. Уже запели. Ну, мы тему семьи, не знаю, будем проходить или нет, здесь, я посмотрела, более 20 страниц эта тема, мы и так как бы... Ну, это второй вопрос после крещения, и вы надо подольше проходить. Какой? А, семья, да, семья, крещение, это очень важно, тем более у нас уже такое количество уже подростков, это очень важный момент. Все, пойдемте, уже запели. Раз, если кого-то тепло, курки снимайте. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok